Всех представителей знака Зодиака Близнецы, я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер и в данном видео хочу вам представить Тороскоп на ноябрь 2018 года. Расклад по традиции вам покажет 6 аспектов, а именно общую атмосферу месяца, события, которые наиболее вероятно отыграются у вас в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни и карты дадут вам совет, как наиболее благоприятно и продуктивно провести данный месяц. Хочу напомнить, что расклад выполняется для широкой аудитории, он не может проиграться однозначно для всех, потому что знак Зодиака один, а асценденты у вас у всех разные. Поэтому для кого-то проиграется... О, карта упала сама, возьмем ее как дополнительную. Потому что для кого-то проиграется в 100% мере, для кого-то частично, для кого-то не проиграется вовсе. Здесь необходимо смотреть не только по знаку своего Зодиака, но и по знаку асцендента на тайной карте. Настраивайтесь, пожалуйста, на расклад, проговаривайте свое имя, дату рождения и давайте смотреть, о чем же нам здесь говорят карты. Так, общая атмосфера месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личная жизнь и совет от карт. Итак, общая атмосфера месяца. У вас здесь падает карта влюбленные. Но ситуация наполнена романтизмом, если это касается личных отношений, да. Для кого-то это обретение второго половины, для кого-то это ситуация выбора, потому что влюбленные иногда предполагают ситуацию любовного треугольника. Но если у вас уже все в отношениях хорошо, то это просто укрепление ваших связей. Если данный аркан рассматривает с позиции других аспектов и сфер жизни, то это просто ситуация выбора новых контрактов, деловых соглашений, в целом, скажем так, появление новых людей в вашей жизни. Что вас ожидает в плане работы? Здесь у вас падает королева мечей. Ну, могу вам сказать так, непосредственно вы сами, особенно если смотрят женщины, так как вы представители у нас воздушной стихии, да. Но с позиции характеристики именно рабочих аспектов, это холодность, это расчет, это практицизм. Здесь могут быть влияние такой женщины в вашей ситуации, несмотря на то, что там мужчина вы или женщина. Кто-то может вас тянуть наверх, помогать вашему карьерному росту, либо в целом, скажем так, вашему продвижению. Тут какие-то тренинги, курсы, семинары, мастер-классы тоже это имеет место быть. Если вы на текущий момент безработный, то кто-то может вам помочь протянуть, видите, руку помощи, да, посодействовать в трудоустройстве. Если вы все-таки наемный работник, либо у вас свой бизнес, то это подняться на новый этап. Новые возможности, новые контакты, трудовые и деловые соглашения. То есть работа у вас пойдет в гору. Что же с позиции финансов? Здесь у нас падает восьмерка кубков, а вот здесь у нас по себе ситуация. Это может быть связано с финансовыми потерями. Почему? Потому что данная карта очень часто указывает какое-то затруднительное положение в связи с неожиданными тратами. Ну, траты какого характера здесь могут быть? Это, безусловно, когда вы во что-то вложились. Вы должны погажать там ипотеку, кредит, либо какие-то долговые обязательства. Еще эта карта указывает на какие-то приобретения, например, которые вас не порадовали. Либо это прощание с привычным, то есть избавление от нерентабельных предприятий, обременительно дорогого жилья, когда вы, например, съехали на жилье, которое подешевле. Либо проекты, которые дорогие вам в сердце, но не приносят прибыли. Например, если у вас свои инвестиции, то, например, текущий проект закрываете и вкладываете в нечто новое. То есть с позиции финансов это, знаете, упадок, либо стагнация. То есть идут иногда попытки зацепиться за что-то уже разрушенное, либо сохранить остатки прежней роскоши. Но если в целом смотреть, то карта жесткой экономии, если, например, вы не проводите реструктуризацию вашего дела, вашего бизнеса. Так, что же вас ожидает в плане здоровья? В плане здоровья у вас падает карта император, здоровье процветающее, стабильное. То есть здесь будет все ровно, все хорошо, все будет благополучно. Насчет здоровья вы можете не переживать. А если мужчины, то особенно все в порядке у вас и с мужской силой. Здесь, скажем так, будете использовать на полную катушку. Так, что у вас здесь ожидает в плане личной жизни? А вот в плане личной жизни перевернутая девятка пентак и поворачивается не совсем своей благоприятной стороной. Потому что данная карта указывает, например, если на текущий момент вы, безусловно, одиноки, то здесь не пойдет никаких сподвижек в плане появления нового партнера либо новых знакомств. В целом данный аркан с позицией отношений указывает на разочарование партнера, то есть невыполненные обещания, неоправдавшиеся ваши надежды. То есть в целом карта указывает на людей, которые вами манипулируют, особенно вашими чувствами, ради достижения собственных корыстных целей. Такого тоже может быть. Сейчас давайте дотянем, все-таки уточним, что же здесь конкретно. Ну вот вам, вот вам отыгрывается общая атмосфера месяца, вот вам и ваша перевернутая тройка мечей. То есть для тех, кто, это в большей степени отыграется для тех, кто в паре. Ситуация выбора, ситуация любовного треугольника. Поэтому будьте здесь предельно аккуратны. Ну как, в каком плане? Безусловно, вы можете сами вступить третьим лицом в какие-то отношения с неслободным партнером, либо партнершей, либо же здесь могут обманывать вас. Поэтому держите нос по ветру, чтобы потом не оказаться в какой-то затруднительной ситуации. А вот эта карта вам и показывает. И карта первая, которая у нас упала, семерка жезлов, это отстаивание своих прав, своих интересов, то есть своего собственного я, своих убеждений. То есть знаете, как ситуация, когда будете бороться за свое. Если, например, смотрит мужчина, то это борьба, например, за девушку будет. Вот попытки, то есть знаете, борьбы, жесткая конкуренция. И в плане совета, пятерка Пентакли, вот у вас ситуация кризиса. Во-первых, она отображает вот ваши финансовые потери, это раз. Если смотреть в целом, в контексте данного расклада, то есть желание предоединить кризис. Почему? Потому что пятерка Пентакли, это всегда точка невозврата, точка перелома ситуации. Когда-либо она изменится в лучшую, либо в худшую сторону. Давайте все-таки дотянем, что же здесь конкретно. В лучшую сторону у вас пойдут эти перемены. Сделайте вы судьбоносный выбор. Судьбоносные будут какие-то вот, отправная ваша точка. Видите, изменится все в лучшую сторону. Карта солнца у вас падает. Итак, в плане совета, как говорит Аркан, именно сейчас мы рассматриваем с вами пятерку Пентакли. То есть отбросьте необоснованные претензии, какие-то бесплодные обязательства. И чтобы получить, например, награду или прибыль на физическом уровне, то есть сначала необходимо что-то сотворить. То есть постарайтесь найти в обыденной жизни удовольствие, то есть новую, скажем так, работу, либо новое дело, которое вас вдохновит на новые свершения, на новые этапы заработка. Если же смотреть с позиции личной жизни, личных взаимоотношений, то здесь кризис, который вы преодолеете совместно с партнером. Возможно, скажем так, вы его будете тянуть здесь за руку, да, за уши из этой ситуации. Но тем не менее вы добьете своего результата, вы отстоите свое, чего я вам искренне и желаю. Вот таким вот для вас будет месяц, близняшки, близнецы. Отписывайтесь, пожалуйста, в комментариях, как у вас проигрывается, либо не проигрывается данный расклад. Для тех, кого интересуют мои индивидуальные консультации на платной основе, либо обучение, то ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. А искренне вас благодарю за просмотр. С вами была Ива Лекцер. До новых встреч.